Привет, друзья! Сегодня покажу самый крутой рецепт салата, который по непонятным для меня причинам ушел самым первым со стола и его съели до последней крошки. Готовится он просто. Для начала нужно приготовить соус. Я использую майонез, горчицу в зернах, зубчик чеснока, зелень и соль по вкусу, так как мы не будем овощи солить. Можно использовать сметану. Также говядину отварила в течение нескольких часов и порвала затем на волокна. Это будет первый слой, который мы смазываем соусом и также нужно будет ложечкой пройтись, чтобы полностью смазалась говядина и полностью промариновалась этим соусом. Затем помидор режу четвертинками. У меня здесь розовый помидор, спелый, красивый. Опять же смазываю его соусом. Потом идут листья салата. Можно использовать смесь салатов. У меня здесь просто обычный салат, который тоже мы сверху смазываем соусом. Благодаря тому, что мы соус солили, нам не нужно солить отдельно овощи, чтобы они не потекли. Наверх на салат идут огурцы, которые порезаны соломкой и опять же тоже идет соус. Каждый слой мы перемазываем соусом. Наверх на огурчики идет твердый сыр. У меня здесь сливочный. Вы берете любой по вкусу, который вам нравится. На следующем этапе нам нужно взять картофелину крупненькую и на корейскую терку потереть ее в воду. Воду мы используем для того, чтобы картошка не потемнела. Затем выкладываю на полотенечко и полотенечко скручиваю для того, чтобы вся лишняя влага ушла и масло потом не брызгалось. В раскаленное растительное масло без запаха отправляю частями картошку и поджариваю, помешивая периодически, до красивого такого румяного цвета. Картофель выкладываю на салфетку и присаливаю обязательно. Вот такая вот золотистая картофельные ниточки такие получились, которые мы выкладываем наверх на салат. Они прекрасно сочетаются вместе, реально салат получается очень вкусным и просто заходит на ура. Обязательно попробуйте приготовить такой на праздник и ставьте свои пальчики вверх. А с вами как всегда был Кекс, друзья. До новых встреч, пока-пока!